Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 3 октября, в неделю 15 по Пятидесятнице по воздвижении, Православная Церковь совершает память священномученика Александра Тетюева Пресвитера. Священник Александр Павлович Тетюев родился 10 марта 1879 года в селе Салтанове Чердынского уезда Пермской губернии. Все предки его были священнослужителями в Пермской губернии. Прадед его Савва Иакимович Тетюев служил в начале XIX века. Его сын Стефан Саввич родился в 1825 году и служил дьяконом. Жена Стефана Саввича, дочь Панамария из Неропской церкви, родилась в 1828 году. Их сын Павел Стефанович родился в 1853 году в Соликамске. Его жена Любовь Федоровна родилась в 1858 году и была дочерью псаломщика. Павел Стефанович был рукоположен в сан священника к одному из храмов города Соликамска, где прослужил до самой кончины. Его сын Александр поступил учиться в городское училище в Соликамске, окончить которое ему не пришлось. Однажды он с товарищами решил пошутить. За одну ночь они перевесили почти все городские вывески. Вывеску купца второй гильдии повесили сапожнику, а вывеску сапожника купцу и так далее. Отец Павел на шутку посмотрел строго и решил своего сына примерно наказать. Он забрал его из училища и отдал на исправление в Соликамский Троицкий монастырь. Два года пробыл Александр послушником в последнее время у архимандрита Хрисанфа Клементьева. Монастырская жизнь благотворно повлияла на юношу. В монастыре он стал усиленно заниматься и сдал экстерном экзамены за курс училища, получив право на преподавание в церковно-приходских сельских школах. В 1901 году Александр Павлович поступил учителем в церковно-приходскую школу села Мошево. Через год он стал помощником учителя в селе Усть-Ныроп. Здесь же он женился на Клавдии Александровне. Когда-то рано или поздно, но все настойчивее начинает предноситься в уме человека вопрос о смысле его жизни. Если иному человеку, живущему за пределами Руси, для удовлетворения запросов души достаточно отыскать свое дело, то для русского человека этого мало. Ему желается, чтобы смысл его жизни совпадал со смыслом жизни вечной, как он открыт людям Христом, желается, чтобы он был близок и смыслу жизни народному. В момент таких поисков архимандрит Хрисанф посоветовал Александру Павловичу оставить учительство и благословил стать священником. В 1903 году он был рукоположен в сан священника села Лекмартово. Недалеко отец Александр здесь прослужил и был переведен в Воскресенский собор города Чердыня. Еще не прокатился по русской земле большевистский каток, и город славился многими выдающимися людьми, и в частности священниками. По приходе в Чердынь большевиков многие священнослужители были сразу замучены, причем самым жестоким образом их обливали ледяной водой на морозе до смерти. Первый раз отец Александр был арестован в 1920 году за отказ сотрудничать с ЧК. Он просидел в тюрьме Чердыня около года. Во второй раз его арестовали в 1929 году за сопротивление обновленчеству. В этот год обновленцы употребляли значительное усилие, чтобы захватить православные храмы. Они силой захватили Воскресенский собор, надеясь, что отец Александр продолжит свое служение в нем и тем самым присоединиться к обновленцам. Но священник категорически отказался служить с обновленцами и перешел в храм Успения, остававшийся православным, а за ним перешли и все прихожане. Обновленцы запротестовали против ухода прихожан и обратились за помощью к ГПУ. Отец Александр был арестован и обвинен в том, что он своими действиями внес рознь в среду верующих. Сидел он в тюрьме на Усолье. Здание это ранее принадлежало церкови, и здесь родились все братья и сестры отца Александра. Освободившись из заключения, отец Александр вернулся в Чердынь, продолжал служить в храме. Гонения на православную церковь тем временем не только не уменьшались, но все увеличивались, и священник, чтобы не подвергать жену и детей преследованием, благословил их переехать в другой город, откуда они приезжали навещать подвижника отца. В 1936 году близкие стали уговаривать отца Александра оставить священство и перейти на гражданскую службу. Домашние даже и костюмы ему купили. Но он категорически от этих предложений отказался. Всю жизнь он более всего любил православную церковь, православную Россию, русский народ, наиболее полно воплотивший в себе идеал христианского совершенства, и для него немыслимо было оставить церковное служение. «Я верю, — говорил он, — что, несмотря на все гонения, православие, которое исповедует русский народ, не будет уничтожено». Отец Александр был арестован 5 августа 1937 года и вскоре расстрелян. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Великомученика Евстафия Плакиды, жены его мученицы, феопистия и чад их, мучеников Агапия и феописта, мучеников и исповедников благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора Чудотворца, преподобного и благоверного князя Олега Брянского. Празднуется собор святых Брянской митрополии, священномучеников феописта Смельницкого пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тизаимеництва. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok